доброго времени суток с вами Данил Добро в этом видео мы рассмотрим операционную систему windows 10 и сравнив ее с операционной системой linux кода неон в данном случае я на коды неон поставил в общем-то тему windows чтобы данная операционная система была довольно похожа на windows в одномном направлении linux системы схожи с windows и сейчас я вам демонстрирую панель и во многом они тоже схожи хотя на linux гораздо больше можно поставить всяких виджетов на панель я сейчас потом покажу как это все сделать по дизайну примерно все одно и то же нет серьезных таких отличий на мой взгляд по запуску если сравнить данные операционной системы у меня стоит жесткий диск и примерно запускается linux за одну минуту ну где-то 47 секунд а windows за одну минуту 30 секунд примерно разница может быть в 10-15 секунд и вдобавок это не так серьезно так как иногда windows начинает обновляться и разумеется там уже больше двух минут а то и пяти или даже десяти при обновлении а иногда такое бывает потребляет система примерно windows полтора гигабайта приблизительно в зависимости от вашего оборудования и разумеется запущенных приложений по умолчанию ну linux же потребляет примерно 650 мегабайт до 1 гигабайта примерно так при запуске и сколько занимает система на жесткий диск именно после установки системы после установки некоторых программ у меня linux с приложением занимает где-то примерно 18 гигабайт а windows со всеми драйверами 30 гигабайт в общем как мы понимаем linux занимает гораздо меньше маркет приложение есть и в том и и в той в другой системе причем в linux преимущественно использует именно этот маркет когда как в windows лично я все-таки качаю все сайтов не знаю мне данный маркет windows не нравится там не особо много хороших приложений можно найти также архиваторы есть то есть работать zip архивами рар можно и в той и в другой операционной системе по умолчанию есть средства для управления архивами но в linux по моему средства более продвинутая браузер по умолчанию в linux firefox большинстве linux именно такой браузер ну а в windows explorer не знаю кто пользуется этим браузером но его даже скоро добавят в linux или уже добавили по настройке если сравнить данные операционной системы в обоих случаях нужно отключать эффекты если компьютер слабый в обоих операционных системах можно отключать службы там и там это есть и в общем-то управление операционными системами очень схожи так как кстати есть одно отличие на linux и windows такой кардинальный это именно комбинация клавиш в linux все комбинации клавиш можно настроить отличие от минус ну что windows не предоставляет такую вообще возможности настраивать комбинации клавиш по умолчанию все клавиши у вас можно их где-то найти скачать у меня даже есть вы к можно найти список список этих команд для windows в целом конечно не обязательно весь этот список учить в linux можно свои команды создавать что очень на мой взгляд удобно и специальный раздел настройках для этого комбинации клавиш обновление в linux и вас во всех линуксах именно ручное обновление то есть вам придется скачать обновление потом уже обновить все это вручную то есть но уведомление конечно приходит что пришли новые новые обновления windows и обычно автоматически все это делается и не всегда нужный момент то я считаю довольно таким серьезным минусом правда в минусе тоже можно включить эти обновления хотя уже для этого используются сторонние программы либо надо залезать службы отключать в общем стабильность системы при этом может немножко ухудшиться почему они сделали именно вот автоматические обновления что нельзя было вообще отключить только отключить на какое-то время непонятно виджеты в windows и по моему вообще нет виджетов по умолчанию во всяком случае я их ни разу не видел в linux и пожалуйста есть и виджеты и панели можно куча всяких дополнительных по наставить драйвера конечно самое интересное тема что же драйверами на windows и большинство драйверов есть хотя тоже я сталкивался проблемой строили с проблемами виду с этими драйверами как-то раз мне пришлось устанавливать драйвер именно для перепрошивки смартфона но как то у меня не пошло дело дальше установки этого драйвера ничего не получилось все остальные все остальное оборудование типа там камера если подключить камеру какой нибудь то скорее всего найдет драйвер минус насчет линукса не все драйверы скорее всего у него есть так как если камера какая нибудь новая то скорее всего на линуксе может и не быть драйвером также следует учесть что на линус обычно устанавливается драйвер на чипсет и видеокарту на linux достаточно просто поставить драйвер на видеокарту и обычно на этом установка драйверов всех заканчивается и 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 лицензия можно использовать бесплатно и домашнем использовании любой linux а вот windows желательно активировать покупайте ключ это возможно без вариантов без активации windows использовать но в этом случае там будут ограничения и как правило десятку уже лучше все-таки купить это прошлой версии windows еще можно будет использовать с этими ограничениями вылетает всего лишь окно что у тебя лицензии нет и все его просто открываем и работаем дальше вес iso образа то есть сколько версия система весит перед тем как закачать ее на флешку и потом установить то тут опять таки linux выигрывает может он всего весит приблизительно 2 гигабайта когда как среднем образ windows весит минимум 4 гига приблизительно то я думаю тут все уже понятно еще я тут сравниваю настройки как мы тут видим что настройки по моему на мой взгляд linux попроще чем windows так как они мне кажется более понятными не знаю но этот опять таки дело вкуса можно привыкнуть и к тем и к тем но но если честно я настройках редко лазию и в той и другой операционной системе и и там и там есть поиск можно если что найти перевод везде корректный и можно найти что нужно панель меню например тоже отличается но незначительно во многом они схожи в управлении проводник тоже очень похож виндусовский проводник на любую linux проводник они хотя есть кое-какие исключения например в linux проводники есть даже функция разделения экрана на две части то есть открывается как бы второе окно и вы также можете переносить файлы в windows по умолчанию этой функции почему-то до сих пор нет хотя очень удобно при переносе файлов либо сравнивание вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Диспетчер задач В Windows на мой взгляд на данный момент диспетчер задач лучше, чем в Linux Так как в Linux вроде бы есть диспетчер задач Конечно я им редко пользуюсь, но почему-то он мне кажется более таким простым Чем в Windows Windows все-таки поинтереснее, там больше всяких цифр Можно посмотреть Также следует учесть, что в Windows нет режима запуска системы с флешки с целью ее проверить В Linux есть лип режим В общем, когда вы ставите образ Linux на флешку Вы сразу получаете не просто флешку, а целую операционную систему на флешке То есть вы можете эту флешку подставить в любой компьютер Достаточно современный, разумеется Который может запускать системы с флешки И использовать Linux без установки То есть полноценно использовать без установки Подключиться к Wi-Fi, полазить в браузере Даже поредактировать файлы, если это нужно Вы сможете без установки Когда как в Windows нужно сначала установить на диск И потом уже с него запускаться В Linux вы сразу сможете проверить все драйвера Просто подключив флешку и подсоединить нужный оборудок В календаре, везде календарь И в общем-то они довольно похожи Мало чем отличаются На этом я заканчиваю свое видео Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Если вам понравилось данное видео То обязательно зайдите, посмотрите ссылочки До встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok